Хотелось бы все-таки, чтобы люди знали, что в такие жаркие дни, в разгар дня, лучше не появляться на улице по возможности, а свои вопросы как-то решать в утренние или вечерние дни. Носить одежду из натуральных тканей, употреблять жидкости здоровому человеку, взрослому, не менее двух литров в день. И, конечно, не появляться на солнце в состоянии алкогольного опьянения, из жидкости принимать лучше всего простую питьевую воду, негазированные напитки. И людям, которые склонны к повышению давления, имеют сердечно-сосудистые заболевания, все-таки лучше в жару находиться дома. Если же такой вариант для вас неприемлем, есть много других нехитрых методов комфортного пребывания на жаре. Среди них употребление вместо охлажденных напитков горячего чая. Его температура позволяет привести организм в активный режим. Большую роль играет состав потребляемой пищи. Специалисты рекомендуют в жару отказаться от тяжелой еды, переваривание которой заставляет тело вырабатывать много тепла. Такие довольно простые рекомендации позволят легче перенести высокую температуру, стоящую на улице. А для того, чтобы не допустить перегревания, следует помнить об усиленном насыщении организма жидкостью и головном уборе. В противном случае вы рискуете столкнуться с самыми непредсказуемыми последствиями воздействия солнечных лучей. Что же касается отдыха на пляже, даже несмотря на близость к воде, врачи настоятельно рекомендуют принимать солнечные ванны порционно, строго регламентируя время пребывания на солнце. Актуальная тема сегодня – разведение костров и использование мангалов, барбекю и аналогичных приспособлений на запрещенных участках. Сотрудники МЧС напоминают об ограничениях такого времяпрепровождения. Особенно такая проблема у нас на Красном дворе, когда в близости лесопарковая зона находится озеро, и люди почему-то хотят сделать шашлык именно в лесу. Непонятно зачем. Мы проводим рейды, говорим, что нельзя. Да, возле речки, возле водоема, пожалуйста, можно. Но не заходите в лес. Такой отдых может обойтись брещанам весьма недешево. Несоблюдение правил безопасности влечет административную ответственность. Штраф за разведение костров и использование мангалов вне специально оборудованных площадок от 10 до 50 базовых величин. Еще несколько советов от профессионалов. Ни в коем случае не следует оставлять детей в припаркованных автомобилях. Днем необходимо закрывать окна, особенно если они выходят на солнечную сторону. Открывать их на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении. При соблюдении этих элементарных правил безопасности вы не омрачите свой отдых и проведете время с пользой и в свое удовольствие.